Добрый день! В эфире передача «За Каспием» о самых актуальных новостях по ту сторону Каспии расскажем прямо сейчас. Меня зовут Руфат Халафов и в начале выпуска некоторые из главных тем. У Азербайджана прекрасные отношения со всеми странами СПЕКа. Нас связывают крупные инвестиционные проекты, имеется большая позитивная динамика на политическом треке. Об этом президент Азербайджана Рифам Алиев заявил в интервью телеканалу «Евроньюз». Казахстан на 25% снизит зависимость от воды из соседних стран к 2027 году. Это будет достигнуто путем масштабного строительства новых водохранилищ. В Бишкеке стартовал 6-й международный фестиваль «Айтматов и театр». Основная его цель – увековечивание памяти Айтматова, популяризация его творчества, передача духовного наследия следующим поколениям. Открытие в городе Ниж газопровода «Сербия-Болгария» вновь подчеркнуло значение Азербайджана для энергобезопасности европейских стран. В своем выступлении на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что экспорт газа в Европу в текущем году вырастет с 8 до 12 миллиардов кубометров, и процесс наращивания поставок продолжается. Церемония открытия газового интерконнектора, соединяющего Сербию и Болгарию, является новой важной вехой на пути реализации Азербайджаном своей энергетической политики. Уже сейчас инициированные республикой проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Евразии. В частности, Южный газовый коридор носит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы. Об этом накануне заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия интерконнектора. По словам главы государства, Азербайджан уверенно идёт к поставленной цели – удвоению к 2027 году объёма газа, поставляемого в ЕС. Также президент Ильхам Алиев упомянул о дальнейших планах страны в энергетической сфере. В наших будущих планах, конечно же, дальнейшее расширение географии поставок газа, выход в будущем на рынки новых стран посредством новых интерконнекторов на европейском пространстве. И наша главная цель связана с возобновляемыми видами энергии. Азербайджан подписал соглашения и меморандумы о взаимопонимании с инвесторами по созданию возобновляемых видов энергии мощностью 10 гигаватт. Значение, которое сегодня в мире передаётся энергетическому переходу, трудно переоценить. Приоритеты большинства государств – наращивание и использование экологически чистых источников энергии. В этом вопросе Азербайджан играет на опережение, и новые проекты призваны не только обеспечить энергетическую безопасность, но и соответствуют глобальным задачам по борьбе с изменениями климата. Как отметил азербайджанский лидер, Сербия, Болгария и другие восточноевропейские страны поддержали кандидатуру Азербайджана на проведение конференции КОП-29 в Баку. «Это ещё один пример нашей дружбы. И в то же время свидетельство того, что, несмотря на наличие в Азербайджане богатых нефтегазовых ресурсов, мы видим своё будущее в производстве и экспорте чистой зелёной энергии. Я уверен, что наступит день, и аналогичная церемония будет проведена в связи с проектами в области зелёной энергии». Говоря о значении нового интерконнектора, президент Болгарии Румен Радов подчеркнул, что диверсификация поставок даёт Сербии и Болгарии больше альтернативных возможностей. «Также это хороший фактор энергобезопасности», – отметил Радов в интервью азербайджанским СМИ. Учитывая экономическое значение, проект строительства интерконнектора, который был реализован в кратчайшие сроки, получил широкую поддержку со стороны Европейского Союза. Гранд ЕС на эти цели поставил почти 50 миллионов евро. Европейский инвестиционный банк выделил льготный кредит на 25 миллионов евро. «Мы соединяем Болгарию с Сербией, Сербию с Европейским Союзом. С этой точки зрения эта инфраструктура имеет стратегическое значение для Сербии и Евросоюза. Мы также отмечаем возможность увеличения доли газа в общем энергетическом балансе, что является шагом на пути декарбонизации нашей экономики в соответствии с зелёным соглашением Европейского Союза и позволяет перейти от более загрязняющих источников энергии, таких как уголь, к менее загрязняющим, таким как природный газ». Сербия стала девятой страной, в которую Азербайджан экспортирует газ. Семь из этих стран являются европейскими. Введение в эксплуатацию нового интерконнектора, несомненно, внесёт важный вклад и в энергетическую безопасность Европы. Такое стратегическое поднёсство обеспечивает интересы многих стран и даёт возможность создать более прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюз» заявил, что у Азербайджана прекрасные отношения со всеми странами спека, добавив, что сейчас много инвестиционных проектов – азербайджанских инвестиций в Центральной Азии, центроазиатских инвестиций в Азербайджане. Глава государства указал на экономические данные, а также на динамику двусторонних визитов, в которых беспрецедентно видны высокий уровень активного взаимодействия между Азербайджаном и всеми странами Центральной Азии, а также между самими странами Центральной Азии за последние два года. «Это действительно новая реальность, которую мы должны использовать в своих интересах», добавил Ильхам Алиев. Также президент рассказал о связующих проектах вдоль транскаспийского транспортного маршрута «Восток-Запад», который для стран Центральной Азии сегодня является одним из наиболее привлекательных транспортных соединений с Черным морем, с Единоморем и Европой через интегрированные логистические проекты. Тему продолжим с гостем. На прямой связи со студией политолог Медербек Карганбаев. Господин Карганбаев, здравствуйте. Здравствуйте. В интервью Евроньюзер Хам Алиев заявил, что в сегодняшнем составе членов спека Центральная Азия и Азербайджан – это зона геополитической стабильности. Почему эти зоны стабильны и какие шаги предпринимаются для еще большего ее укрепления? Вы знаете, в первую очередь Азербайджан и стран Центральной Азии, они после развала Советского Союза на протяжении последних 30 лет формировались как новое независимое государство. И, конечно же, они столкнулись с рядом различных проблем экономических, проблем в сфере безопасности, обороны. Но Азербайджан и стран Центральной Азии успешно преодолели эти политические и экономические специалии. И сейчас уже формируются новые направления по туристу. И здесь интересы Азербайджана и Центральной Азии как-то тогда совпадают. Я думаю, здесь нужно признать, что в Центральной Азии появился новый региональный гроб – это Азербайджан. Если ранее в Центральной Азии играли или имели в основном, скажем так, Россия, Китай, это уже сутка, то постепенно, можно сказать, за последние два года в Центральной Азии очень видно невооруженным глазом усилия и Азербайджан. Но эти усилия направлены, в первую очередь, на укрепление взаимоотношений Азербайджана и туркизычных государств, в Центральной Азии, в первую очередь. Не только в сфере нестейших культурных связей, но и в сфере экономики. И, как мы видим, в последнее время, это и военно-техническое соответствие. Я бы так сказал, что Азербайджан и Центральная Азия – это не только зона стабилизации, это и зона ответственности, потому что очень много угроз существует. И, в целом, Азербайджан и Центральной Азии, которые создают препятствия для развития наших стран, наших регионов. Кроме того, это терроризм, экстремизм, также бедность, другие экономические проблемы. И здесь, я уверен, что Азербайджан сможет помочь станции Канадзии в снижении каких-либо вопросов, и в снижении каких-либо проблем. Нужно признать, что геопатическое влияние Азербайджана, сильность после победы в Баку, в Карабахской войне, таким образом была поставлена точкой в той бессправедливой оккупации, в той войне, которая была и тлела между Азербайджаном и Арменией. И именно победа Азербайджана, постановление Центральной Азии на главном Карабахе усилило и выкупляет все позиции Азербайджана и является примером других стран Центральной Азии. Господин Карабах, как вы отметили, после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, Азербайджан направил все свои усилия и за эти три года расширил как экономическое, так и политическое сотрудничество с странами Центральной Азии. Как же влияет участие Азербайджана и стран Центральной Азии в общих международных проектах на их сотрудничество и дальнейшее сближение? Вы знаете, я считаю, что уже, как я сказал, появится новый формат Азербайджана и Центральная Азия. И действительно, Азербайджан, он предместил пример успешного экономического развития государства. И Центральная Азия нуждается в инвестициях, в первую очередь. Нуждаются в инвестициях и я уверен, что Азербайджан станет одним из ключевых, серьезных инвесторов Центральной Азии. Очень много вопросов и очень много направлений, куда Азербайджан мог бы вкладывать капитал и получать выгоды и выгоду развязывающихся с стран Центральной Азии. В первую очередь, это водные ресурсы, энергетические ресурсы. Вы знаете, что несмотря на обилие воды, энергетику и стран Центральной Азии сталкиваются с такой проблемой, как энергетические инвестиции, особенно в зимний период. И здесь у нас в Центральной Азии, к сожалению, нет единого центра, в котором будут подчинять все. Каждая Центральная Азия-Страна тянет один на себя, это нужно признать. Но не в таком, скажем так, плохом смысле, у каждого присутствует свой интерес. Если бы Азербайджан стал бы крупнейшим инвестором в сфере энергетики, то я думаю, что у нас бы появился бы центр, от которого мы мало ли бы отталкивались, от которого мы могли бы вместе со стран Центральной Азии принимать решения для безопасности и выгоды, для благополучия Центральной Азии. То есть нам нужна такой центр, в котором мы доверяем. То есть все-таки по ментальности, по языку Азербайджан и стран Центральной Азии очень близкие. Мы братья. И здесь было бы больше доверия. И я думаю, стран Центральной Азии согласились бы, если бы Азербайджан стал бы таким игроком в нашем регионе. Ну, мы видим, что вот как вы отметили, что Азербайджан и Центральная Азия появляются новые направления и новые совместные проекты. Господин Карганбаев, какие бы вот из этих новых направлений стоит особо выделить, какие бы вы отметили бы? В первую очередь, как я сказал, это гидроэнергетические проекты. Второе, это строительство транзитных дорог. И третье, это, конечно, создание совместных предприятий на территории стран Центральной Азии, в том числе оборонного назначения. Вот мы очень убедились в Карабахской войне, потому что Азербайджан происходит в свои разработки, которые, несомненно, заинтестовали наши страны, в первую очередь, в Казахстане, например, о вложении наших пограничников, появился Азербайджанский климат, один из них что-то, ну, и другие виды вложения, но это только начало. Я думаю, что надо углублять это направление, развиваться. То есть очень много направлений, которые были бы полезны и Азербайджану, и Центральной Азии. Благодарю вас, господин Карабахстан. Конечно, я хочу отметить. Да, напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был политолог из Кыргызстана Медербек Каргамбаев. Спасибо. До окончания одного из самых важных климатических мероприятий 2023 года, саммита КОП-28, проводимого в Дубае под эгидой ООН, остаются сутки. В нем приняли участие делегации из более чем 150 стран мира. В течение двух недель участники обсуждают проблемы климата и их влияние на жизнь человека. Главная задача мероприятия – проанализировать прогресс в мире по достижению целей Парижского соглашения. Так, по мнению министра по вопросам окружающей среды Сингапура Грейс Фу, переговоры демонстрируют прогресс. Однако предстоит значительная работа. У нас были очень хорошие продолжительные переговоры. Я думаю, что сейчас мы более или менее разобрались с важными вопросами, хотя все еще есть некоторые пробелы в поисках их решения. Поэтому у нас возникает вопрос, как нам прийти к значимому соглашению. Сначала необходимо убрать с пути ненужные тактические блокировки, а на этом пути их было много. Глобальное подведение итогов должно помочь всем странам выйти из этой ситуации. Я призываю переговорщиков отказаться от принятия решений, оторванных от реальности. В текущем году впервые в истории Узбекистана урожайность зерновых культур достигла 8 миллионов 200 тысяч тонн. Как сообщил президент Шавкат Мерзиоев, вопреки трудностям, вызванным сложными климатическими условиями, возвращение выращивания обильных урожаев на полях стало символом решимости и устойчивости. В этом году в Узбекистане достигнуты значимые результаты в сельском хозяйстве. Помимо зерна, это производство 3,8 миллиона тонн хлопка, более 15 миллионов тонн овощей и бахчевых – 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллионов тонн картофеля. Президент также отметил важный вклад более 800 агрокластеров, которые сегодня выращивают 100% хлопка и зерна, а также более 60% плодоовощной продукции. Кроме того, фермерам передано более 10,5 тысяч высокопроизводительных машин и агрегатов, и в отрасли активно развиваются цифровизация технологий капельного орошения и другие инновации. В результате таких усилий водосберегающие технологии теперь применяются на 500 тысячах гектарах, что привело к экономии 3 миллиардов кубометров воды. В октябре Узбекистан занял лидирующую позицию среди крупнейших мировых продавцов золота. Главным покупателем стал Народный банк Китая, купивший 23 тонны золота. За ним последовали Центральный банк Турции – 19 тонн, и Национальный банк Польши – 3 тонны. После Узбекистана идет Казахстан, который реализовал 2 тонны драгоценного металла. Несмотря на лидерство в мировых продажах золота в октябре, Узбекистан снизил свои золотые резервы до 339 тонн. В октябре экспорт золота из Узбекистана составил 1,23 миллиарда долларов, а за 10 месяцев достиг рекордных 6,87 миллиардов долларов, что в 2,3 раза превышает аналогичный период предыдущего года. К 2027 году в Казахстане планируют сократить зависимость от соседних стран в обеспечении водой на четверть. Об этом заявлено на заседании Водного совета под председательством премьер-министра Алихана Смайлова. По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, из общего объема водных ресурсов в 102,3 кубических километров в Казахстане 54% образуются на его территории, в то время как оставшиеся 46% поступают из соседних стран. Ежегодное потребление воды отраслями экономики составляет около 25 кубокилометров, в том числе 65% в сельском хозяйстве и 25% в промышленности. Для решения проблемы нехватки воды и обеспечения водной безопасности стран разработан комплексный план на 2024 год-2030 годы. Документ включает строительство и реконструкцию водохранилищ, гидротехнических сооружений, ирригационных систем и водопроводов. Предусмотрено также строительство до 10 новых водохранилищ в период с 2024 по 2026 годы. Это позволит увеличить площадь орошаемых земель на 250 тысяч гектаров. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Узбекистан якобы закрыл пропускной пункт Фараб-Алат на границе с Лебалской областью Туркменистана в связи со вспышкой острых респираторных вирусных инфекций. Как отметили СБС в дипломатическом представительстве Туркменистана в Азербайджане, данная информация не соответствует действительности, и контрольный пропускной пункт на границе между Узбекистаном и Туркменистаном работает в штатном режиме. Граждане, а также автотранспортные средства, беспрепятственно пересекают границу в обоих направлениях. В Кыргызстане хотят запретить завозить, производить и продавать энергетические напитки. Парламентский комитет одобрил законопроект в первом чтении. Основная цель запрета, отмечают инициаторы, защитить кыргызстанцев от вредного воздействия энергетиков. Ударные дозы кофеина приводят к серьезным проблемам с сердцем, а его комбинации с углекислым газом и сахаром опасны для желудка и печени, считают депутаты Кыргызстана. В теме разбиралась Екатерина Токамбаева. Тахикардия, резкое повышение давления, чрезмерное возбуждение нервной системы, а еще диабет и проблемы с желудком. Таким последствием, по мнению ряда депутатов Кыргызстана, может привести употребление энергетиков. Изучив результат международных исследований и посовещавшись с медиками, группа парламентариев пришла к выводу, энергетики в стране надо запретить. Причем запрет должен быть всеобъемлющим на воз, производство и реализацию. Предлагая такой законопроект, мы хотим защитить здоровье наших граждан. В Кыргызстане уже запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Они стали недоступны подрастающему поколению. Однако остается вопрос употребления энергетических напитков среди взрослых граждан Каэр. Зачастую они даже не знают, какому риску подвергают свое здоровье, употребляя такие напитки. Риски от употребления энергетических напитков действительно есть. По данным Всемирной организации здравоохранения, особенно опасны они для людей с предрасположенностью к соболеваниям сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление энергетиков может привести не только к возникновению проблем с сердцем, но и вполне спровоцировать развитие сахарного диабета. Потому что в одной такой банке содержится 3 чашки кофе и 14 ложек сахара. Эти данные депутаты Чукуркукинеша включили в справку обоснования к законопроекту. Пока народные избранники изучают содержимое энергетиков, налоговая служба страны подсчитывает, сколько казна может недополучить средств, если этот законопроект вступит в силу. Сейчас акцизный налог на энергетики составляет 1 сом на литр. В прошлом году от акцизов на энергетике в бюджет поступило 279 миллионов сомов, еще 284 миллиона от НДС. Эта информация только по импортерам. Но у нас есть один свой производитель энергетиков. Завод выпустил в 2022 году 6 миллионов 300 тысяч литров напитков. То есть это только по акцизам 6 миллионов 300 тысяч сомов. Здоровье дороже денег, посчитали депутаты, и законопроект о запрете на энергетики парламентский комитет принял в первом чтении. К слову, Министерство здравоохранения страны ранее сообщало, что ни одного случая обращения пациента после употребления энергетических напитков официально зарегистрировано не было. Вместе с энергетиками под запрет могут попасть и электронные сигареты. Законопроект уже вынесен на рассмотрение парламента. Написать его депутатов побудили результаты анонимного опроса. Курить электронки в Кыргызстане все чаще стали несовершеннолетние. Дети в возрасте 9 лет и старше медики инициативу о запрете поддерживают. Если длительно человек курит электронные сигареты, то у него полностью легкие подвергаются рубцовым изменениям и уменьшается площадь дыхания. То есть у него развивается дыхательная недостаточность, и это прямой путь к трансплантации легких. В стране действует запрет на продажу несовершеннолетних никотиносодержащих изделий, в том числе и электронных сигарет. С начала этого года 2009 продавцов уже были оштрафованы за нарушение данного закона. Потому депутаты и уверены, пасти здоровье нации можно лишь полным запретом на электронки. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улл Умурбек, специально для СБС из Кыргызстана. В Бишкеке стартовал шестой международный фестиваль под названием «Айтматов и театр». Театральные коллективы из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, России и Азербайджана представляют зрителям спектакли по произведениям Чингиза Айтматова. Цель фестиваля – увековечивание памяти Айтматова, популяризация его творчества, передача духовного наследия следующему поколению. В Бишкеке проходит шестой международный фестиваль «Айтматов и театр». Спектакли по мотивам самых известных произведений великого писателя идут на всех театральных подмостках столицы Кыргызстана. Участие в фестивале принимают театры из шести стран. Открыл неделю Кыргызский национальный академический драматический театр спектаклем «И дольше века длится день». Айтматова в пантомиме кыргызстанские зрители видят впервые, но на спектакле «Манкурт» Азербайджанского государственного театра пантомимы был аншлаг. Ну, так скажем, это спектакль, который был поставлен 211 года, но там мелкие детали есть изменения, но на основном то, что мы играем. У нас даже в учебниках есть Айтматова «И дольше века длится день». Это произведение почти все знают, у нас в 10-11 классе его проходит. Но и с того времени у меня возникло желание, как-то вот интерес к этому произведению, именно к части «Манкурт». В нашем театре пантомимы один раз еще был поставлен спектаклем «Манкурт» с совсем другой стилистикой, с текстом, с танцем, но совсем другая стилистка. А это был чуть уже больше пластический и больше символический перевем, символический подход к спектаклю, то есть к произведению «Манкурта». Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова для фестиваля подготовил премьеру «Пеги. Пес, бегущий к краям моря». Чтобы внести новизну, специально пригласили режиссера-постановщика из Казахстана. Местные режиссеры, которые ставили Чингиза Айтматова, в большинстве случаев повторяются. Идет Чингиза Айтматов во всех театрах наших, по нашей стране, и в регионах, и здесь. И идет повтор. Тема в основном повторяется, ставятся в одном стиле эти спектакли. Поэтому вот мы решили, чтобы это было совершенно другое. У нас получилось. В виде неудового режиссера на материал Чингиза Айтмата, он совершенно подошел к нему с другой стороны. Жан Педа. Так на казахском языке звучит название известного романа Айтматова «Плаха». Дословно переводится как «Жертвовать собой». Спектакль на фестивале представил молодежный театр Астаны. Режиссер заслужен в действии Республики Астаны, Раванаджа Ахпаев. Я играю роли в ЕДГ. Но у нашего режиссера свой подход. У нас есть и танцы, хор, и актерское мастерство. Спектакль масштабный. 45 актеров участвуют. Большая часть участников фестиваля – представители тюркоязычных стран. В наше время Айтматов стал связующим звеном государств с родственными языками и культурами. Кыргызстан недавно был у нас в Азербайджане. Спектакль мы смотрели. Сейчас мы здесь. Я и Казахстаном был связан, и Туркемилизстаном. Тюркоязычные народы уже давно связаны с искусствами. Но как-никак у них единая корня, которая связывает их. Главная же цель фестиваля – увековечение памяти Чингиза Айтматова, популяризация его творчества, передача духовного наследия следующему поколению. Философия Чингиза Айтматова – это общее про человечество. Здесь нет нации, нет какого-нибудь государства. Все идеи основаны на дружбу над человечеством. Я думаю, на данный момент это очень актуально. То, что мы все люди. И самое главное, чтобы в мире существовало мирное время. Фестиваль продлится шесть дней. За это время свои спектакли покажут также театры из Узбекистана и Туркменистана. А 12 декабря Кыргызский национальный академический драматический театр представит зрителям спектакль «Саманчинджулу» – «Млечный путь», показом которого и состоится торжественное завершение фестиваля. Екатерина Токамбаба, Мухтар Улу-Умурбек. Специально для СБС из Кыргызстана. Это были все актуальные новости по ту сторону Каспия. Вы смотрели передачу «За Каспием». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин